Добрый день всем! Начинаю первый цикл серии о ремонте в кухне и в коридоре. Может кому-то станет интересно. И первая серия будет посвящена тому, как мы ремонтировали пол на кухне. Очень много и распространенный пол, деревянный, в основном в хрущевках, в старых домах. Как мы видим на видео, у нас там видно уже трещины. И первым делом, чтобы начать какой-то ремонт, нужно конечно убрать все вещи. А так как у нас однокомнатная квартира, это было очень тяжело сделать. То есть все в одну комнату сдвинули. Я хочу сказать, что мы и сами все сделали, то есть и с женой. Никого не просели. То есть поэтому чуть у нас этот ремонт затянулся. Ну я же говорю, первым делом нужно было убрать всю мебель, холодильник, плиту. Это забрало тоже очень много времени. И почему все-таки начали ремонт делать? Потому что вот пол, там уже трещины, у нас дети есть и оно как-то вид имело не очень презентабельный. Вот например мойка, как вы видите. Эта мебель вообще нам досталась с кухней, с квартирой, когда мы ее покупали. Тумбочка уже рассыпалась, там на кирпичах держалась. Ну вид уже был вообще не презентабельный. Вот. Ну и вот поэтому пришлось даже, в связи с тем, что начали пол делать, пришлось полностью поменять кухню. Там в следующих видео будет у нас много видео, как готовить стены под поклейку обоев, как клеить багеты. Будет видео отдельно, как плинтуса делать, как я собирал кухню, вот. Мойку подключал. То есть я постараюсь разбить видео на несколько, то есть эпизодов, сделать несколько интересных серий, потому что очень много материала и очень длинные видео не хотелось бы делать. Вот. Поэтому начнем с пола. Ну в первую очередь мы вынесли всю мебель, поубирали и, как видим, по периметру находятся деревянные плинтуса. Вот. Мне, конечно, пришлось эти плинтуса снять. Вот. Ну, чтобы их снять, нужно было тоже вынести все-таки холодильник и плиту. Вот. Хоть не очень и хотелось все это делать, но я понял, что по-нормальному эти вещи мне, ну, не очень будут мешать это все сделать. Поэтому пришлось полностью освободиться от всей кухонной мебели, вот. Да и, в принципе, от всего, что находилось в кухне. Периодически выгребали, выметали весь этот мусор, так как за период того, что там все стояло, хоть и убиралось, но в труднодоступных местах это не всегда можно было сделать, а и делать что-то к ремонту. Поэтому знали, что будем делать и потом будем все выгребать. Как мы видим, тут уже какие-то хозяева, то есть на пол стелили так званый линолеум, да. Но он со временем вобрал в себя форму этих досок и на нем сделались великие отверстия, с которых, в принципе, у нас первый этаж, дуло. Вот. Пришлось оснять их. Ну и, как я говорю, то есть начали снимать и плентусы эти деревянные. Вот. Они уже вообще имели непрезентабельный вид. В общем, полностью мы начали подготовку пола. Полностью убрали этот старый линолеум. Я посмотрел, там, может где-то что-то подровнять. Ну, в принципе, пол ровный. Доски, в принципе, не ходят, так как, ну, что это... Пол в хорошем состоянии, не прогнывший, не подгнывший, не раструхлявший. Вот. Поэтому все так быстро мы и убрали. Ну, плиту тоже пришлось, конечно, убрать. Потом мы периодически ее туда ставили на место. Вот. Ну и перед тем, как приступать, в принципе, к выравниванию пола, пришлось полностью тщательно все поубирать, позаметать, потому что очень много остатков мусора, очень много краски, и очень много всего. В некоторых местах гвозди выступали, поэтому приходилось их как-то назад забивать, чтобы они потом не мешали и не выскакивали. Ну и после всех подготовительных работ приступил черед укладки АСБ. Предварительно его порезал на работе, там, где покупал. Но все-таки для начала нужно было это все примерять. А так как это хрущевка и стены тут совершенно неровные, это заняло некоторое время. То есть мы это все меряли, то есть подрезали, подгоняли. Вот. Поэтому на это все ушло тоже чуть-чуть времени. Вот. Но после чего, в принципе, работа пошла быстрее. Как мы подравнивали, можно посмотреть здесь. Кроме того, приходилось, пришлось обрезать места там, где батарея, например, выступает, да, там какие-то кронштейны. Вот. Это все, в принципе, ну, подгонялось. И плотненько-плотненько. То есть, ну, оно все зашло так, как нужно. Ну, а после того, как уже мы все подогнали, после того, как пол полностью был выровнен, я посмотрел, что все нормально, я приступил, в принципе, к началу укладки. Но перед тем я решил взять вот этот материал. Ну, я даже не знаю, для чего я его взял. Ну, в принципе, вот эти трещины, которые в полу, через них очень сильно сифонило, особенно от улицы. И поэтому я решил этим материалом, как бы, утеплить пол. И эти все, и чтобы он, когда ляжет ОСБ, что, может, некоторые неровности, которые есть на полу, оно каким-то образом компенсировало. Ну, не знаю, я думаю, лишним оно не будет. Вот. И, в принципе, так, ну, я решил этим материалом воспользоваться. Вот. То, что пол стал намного теплее, это, ну, очевидно. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а для того, чтобы этот материал, ну, как-то, держался, да, основы, как-то, ну, когда я буду укладывать ОСБ, я его просто-напросто, ну, приклеивал обычным скотчем для, ну, к полу. Вот. Ну, понятно, в местах, там, где нужно было подрезать, я подрезал. Вот. Вот. И скотчем просто-напросто его скреплял, чтобы он не заворачивался, не ушел никуда, когда будем укладывать ОСБ. То есть, вот таким вот обычным образом проходила укладка этого вот материала. Утеплит, я так бы сказал. Ну, и после того, как уложился уже утепелитель, вот. Вот. Поверх него мы уже окончательно начали укладывать ОСБ плиты. Они уже у нас размеры подогнаны. Вот. Заходят, отлично стоят. То есть, в принципе, уже просто нужно было взять и уложить. Что мы, в принципе, и сделали. Ну, еще один такой момент, например, да, до этого, там, во многих, наверное, кто ходит по такому полу деревянному, он, ну, издает какие-то звуки, да, скрипит. Можно просто было кинуть ОСБ и ничего не делать, но даже когда ходили по ОСБ, в некоторых местах пол, ну, начинал скрипеть. Поэтому было принято решение шурупами длинными его поприкручивать. То есть, сначала по периметру я его поприкручивал, потом и посередине, то есть, во многих местах. А в тех местах, например, где он очень скрипел, то, ну, я максимально поприкручивал. И, как удивительно, то есть, скрип исчез. Вот. И он подтянулся, и, в принципе, ну, очень отлично стало. Вот. Ну, а как видим, в коридорчике туда, на выход, мы, в принципе, проделали все то же самое. То есть, сняли деревянные эти плинтуса, убрали линолеум старый, и, в принципе, работы были все то же самое, что и на кухне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, в принципе, можно по чуть-чуть сейчас и начать подрезку. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну вот мы выровняли линолеум, подрезали остатки, срезали, теперь ему будет куда разровняться, то есть нужно хотя бы, чтобы он сутки пролежал, он был очень долгое время в угоне, принял форму, ну и тогда мы его приклеим. У нас здесь специальный клей, вот, ну, решили приклеить, чтобы не было ни горков, а этих, чтобы он равномерно... Так, ну а использовать будем вот такой вот клей, Бовгуфт, клей для линолеума та хавролин. Вот такого вот клана. Я думаю, нам как раз в баллонах, этой, хватит банки. Ну, сначала пускай он полежит, ложится. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok